Вот так вот, бывший санитарный врач Республики Беларусь и инспектор рыбнадзора, а нынче певец, нарезает морковочку для брестской ухи. Ну и через несколько мгновений всех приглашаю к сцене, где буду петь новые песни с нового альбома. Вот так по-настоящему душевно было на набережной Бреста в первый день гастрономического фестиваля «Брестские забавы», где для всех желающих мастер-класс по приготовлению фирменной ухи из карпа и краснорыбы на 50 литров продемонстрировал специальный гость мероприятия заслуженный артист Беларуси, певец и шоумен Александр Саладуха. Все желающие не только могли стать свидетелями кулинарного процесса и узнать его секреты, но и отведать изысканное блюдо от звезды белорусской эстрады. Всех хочу поздравить с наступившим Новым годом, со старым Новым годом, с Рождеством, всем пожелать счастья, здоровья, удачи, любви, мирного неба над головой всей нашей стране, ну а также храбрости, стойкости, мужества, терпения, выносливости, несгибаемости и всегда идти только вперед и вверх, как это делает козерог Саша Саладуха. Улыбайтесь, господа, и никогда не сдавайтесь. И, конечно, заслуженный артист Беларуси, как и обещал, дал долгожданный концерт на сценической площадке фестиваля. Брестские зрители встречали радушно и восторженно как известные хиты, так и новые песни исполнителя. Одним из самых зрелищных моментов фестиваля стала демонстрация возможностей пожарной, аварийно-спасательной техники и оборудования от МЧС. Мощь, скорость, выносливость и сила – главные козыри спасателей, когда счет идет на минуты. Профессионалы наглядно показали, как слаженно и четко они действуют в смоделированных чрезвычайных ситуациях от аварийно-спасательных работ при дорожно-транспортном происшествии до спасения людей на воде. Спасатели Брещины принимают всегда активное участие в городских мероприятиях, ведь это прекрасная возможность напомнить широкой общественности важное правило безопасности и познакомить гостей и горожан со спецификой нашей деятельности. Гости пополнили багаж знаний в области безопасности жизнедеятельности и получили заряд положительных эмоций и впечатлений. Массу впечатлений получили и те, кто стал участниками заплыва моржей. 28 отважных мужчин и две представительницы прекрасного пола, невзирая на январскую погоду, при температуре воздуха плюс 10 и воды плюс 3 градуса, отважно спускались в ледяную пучину и сражали за победу на дистанции от 25 метров. Внимание! Матч! Среди участников экстремального заплыва были как новички, так и опытные моржи. Все они бросили вызов зимней погоде и возможностям своего организма. И каждый из них, несмотря на результат, уже герой и победитель. А главная награда – заряд бодрости и море положительных эмоций. Что чувствуете? Вообще чувствую, что лет 20, хотя в три раза больше. Как вы решились на такое? Ну, прочитала и решилась, потому что я все время ныряю 19 января. Не жалеете об этом? Нет, вообще. Советую, если я могу еще. Горим, горим. Тушить надо, да. Как водичка? Теплая, теплая. Самое время купаться, да? Да. Можете попробовать. Это не соревнования, это, ну, кажется, для души. А в это время на набережной дымился аппетитный шашлык на углях. Отовсюду звучала зажигательная музыка. Со множеством интерактивных площадок и развлечений пришел в город над Богом яркий, веселый и, главное, самый вкусный гастрономический фестиваль «Бресские забавы». На набережной в первый день праздника было шумно и многолюдно, а многочисленные торговые точки, как могли, завлекали покупателей разнообразием блюд и всевозможных ароматов. От кафе «Ташкент» самые вкусные шашлыки из шеи с свиной, а еще лучше с пущанским чаем. Мы нашим гостям предлагаем наши белорусские дранички, мочаночку вкуснейшую на нашем шикарном сегодня фестивале. Буквально на каждом шагу посетители ждали всевозможные развлечения, дегустации блюд и различных напитков. От пущанского чая на дровах в самоваре на 380 литров разноцветной наливки на травах до горячего ароматного глинтвейна. Дымилась полевая кухня с ее походной кашей, которую раздавали бесплатно, а многочисленные интерактивные площадки, как могли, привлекали посетителей. Мы с семьей пришли все на праздник погулять, посмотреть, очень весело, приятная атмосфера, хорошо так отдохнуть. Фестиваль очень веселый, красочный, много всяких развлечений, конкурсов. Нам очень сильно понравилось, мы поучаствовали в конкурсах и выиграли вот такие подарочки. Все нравится, я пришла с мамой, уже попробовали здесь глинтвейн, что мы еще пробовали, кашу пробовали перловую. Кашу перловую, вкусная каша. Мне на таких мероприятиях нравится больше всего атмосфера праздничная, можно что-то продегустировать, что-то купить, посмотреть интересные конкурсы и поучаствовать. Музыка разных стилей и жанров в этот день на фестивале не смолкала, а ярким финальным аккордом стала концертная программа от участников шоу на ОНТ «Звездный путь». Конечно, это очень здорово, что приглашают на такие мероприятия, что люди узнают, люди пишут в соцсетях, спрашивают, во сколько выступлений, все хотят прийти послушать, это очень здорово. Честно скажу, это мое первое выступление. Немножко есть волнение, но я вижу, что публика очень теплая, и я думаю, что эмоционально мы друг друга поймем. Очень был рад, когда позвонили, и я такой, ё-моё, классно, прикольно, не забыли. У меня за 22-й год было более 50 концертов, и я надеюсь, эту цифру удвоить, поэтому у меня планы именно такие. Фестиваль «Брестские забавы» стал ярким началом нового 2023 года. Этот праздник разделили 30 тысяч гостей и жителей Бреста. А это главное подтверждение тому, что мероприятие было организовано душевно, с размахом и для людей. А потому есть большая вероятность, что этот фестиваль вернется в наш город и в следующем году. Я вырос на окраине, рабочий городской, ванечка модной, как я суппотал, ты с молодой. Людмила Логодич, Александр Воронин, Андрей Щерба, Юрий Лимонтович, телекомпания БУК-ТВ.